Охота на единорогов В некотором царстве в 30-м государстве жили были тысячи противных назойливых единорогов Их не заботили права и свободы граждан Они поедали вымирающий вид растений И как это бывает, когда их что попало? И спускали зловонные газы, да и еще И на частной территории токсичность этих газов со временем привела к загрязнению окружающей среды в королевстве Из-за проблем с климатом начались сахарные дожди, от которых все становилось липким Королева была слишком добра и не могла решиться на радикальные меры А вот ее прагматичная дочь принцесса показала жителям королевства свои лидерские качества И объявила ежегодный сезон охоты на единорогов Кто угодно мог принимать участие в охоте 4 дня в году Для гномов это были отличные новости Они заправляли черным рынком, где продавали рога и мясо единорогов Сезон охоты давал гномам возможность не выслеживать единорогов самим Что было весьма непросто Теперь их можно было за гроши выкупить у граждан Поймайте как можно больше единорогов Соберите лучшую коллекцию по цветам и продайте ее гномам Избегайте лобушек соперников и перехитрите всех Игра проходит в 4 раунда, то есть 4 дня В конце последнего дня игроки подсчитывают победные очки За пойманных единорогов и собранные коллекции Игрок с наибольшим количеством очков становится победителем Это цель игры, это компоненты 28 карт единорогов, 6 карт начальных единорогов 6 карт персонажей, 4 карты черного рынка 48 карт охоты, 48 карт хитростей 20 жетонов черного рынка 1 карта подсчета очков 1 жетон первого игрока Подготовка к игре Первое Игроки выбирают персонажей и берут их карты Второе Каждый игрок получает 8 карт охоты выбранного персонажа Это ваша рука Третье Также каждый игрок получает 8 карт хитростей своего персонажа Перемешивает их и помещает колоду хитростей перед собой лицом вниз Четвертое Перемешаете начальных единорогов, 6 карт Со словом старт Каждый игрок получает по одной случайной карте начального единорога И выкладывает перед собой лицом вверх Оставшиеся карты уберите в коробку Пятое Перемешаете карты единорогов Возьмите 4 из них и выложите лицом вверх в линию Вначале этой линии положите оставшуюся колоду рубашкой вверх Шестое Положите карты черного рынка справа от единорогов, как указано на картинке Седьмое Разместите товары на картах черного рынка Столько жетонов паштета и фальшивых рогов, сколько игроков партии После этого поместите 4 сахарные ваты и 4 пыльцы фей Оставшиеся жетоны уберите обратно в коробку Игрок, недавно видевший настоящего единорога, берет жетон первого игрока Возможно, ему было бы неплохо обратиться к специалисту Важно! Партия в игре охота на единорогов проходит в 4 раунда, то есть 4 дня Каждый день идет охота на 4 единорогов Первой целью игроков становится единорог в начале линии слева, затем следующий за ним и так далее После того, как охота на всех 4 единорогов завершена, игроки могут отправиться на черный рынок и купить один предмет Первое – это ловушка Второе – вижу цель, не вижу препятствий Третье – определенно может быть Четвертое – черный рынок Первое – это ловушка Каждый игрок берет две карты хитрости из своей колоды Начиная с первого игрока, игроки по очереди подкладывают одну из этих карт К любому единорогу, сверху или снизу в закрытую Вторая карта сбрасывается лицом вверх в стопку сброшенных хитростей После того, как все игроки сыграли карты хитростей, начинается следующая фаза Рядом с одним единорогом не может быть больше двух карт хитростей Одна над ним, другая под ним Ни один игрок не может смотреть эти карты Тренируйте память Второе – вижу цель, не вижу препятствий Чтобы поймать единорога, нужно победить в охоте на него Используя свои карты охоты На каждого единорога проходит отдельная охота За один день будет поочередно отыграна четыре охоты на единорога В порядок слева направо, слева направо Чтобы участвовать в охоте Первый игрок выкладывает перед собой Одну, две или три карты охоты лицом вниз Остальные игроки, желающие принять участие в охоте, должны выложить перед собой Такое же количество карт охоты Эти карты охоты обозначают желание охотника Захватить одно из мерзких, но великолепных существ Чем выше число на карте, тем больше шансов поймать единорога Важно, вы можете не принимать участие в охоте и спасовать В таком случае не разыгрывайте карты Если у вас не хватает карт охоты, вы обязаны спасовать Важно, игрок, спасавший на охоте, ни при каких условиях не может поймать этого единорога Важно, если первый игрок спасовал, то жетон первого игрока передается игроку слева от него Пример Сыграно две карты охоты Цель охоты Тут пас Третье Определенно может быть После того, как все игроки сыграли или спасовали Вскрываются карты охоты Игрок с наибольшей суммой на картах побеждает в охоте Важно, если наибольшая сумма у нескольких игроков То пока они дерутся, единорога лопит следующий за ними игрок По сумме на картах охоты Если у всех игроков одинаковые результаты Единорог убегает Сбросьте его карту И подложенные карты хитростей Карты хитростей, сыгранные на этого единорога Могут как подпортить, так и облегчить жизнь охотнику Если таких карт две, он должен выбрать одну из них Несмотря на лицевую сторону, вскрыть ее и применить эффект Вторая карта не разыгрывается и сбрасывается Если карта одна, то она сразу вскрывается И ее эффект начинает действовать После вскрытия карты хитростей И применения ее эффекта Победитель лопит единорога И кладет его карту перед собой Осторожно! Некоторые карты хитростей Могут привести к смене победителя Если вы хотите, то можете разложить Своих единорогов по цветам или коллекциям Чтобы облегчить подсчет очков В конце игры важно В игре одинаковое количество единорогов Каждого цвета И четыре легендарных бесцветных единорога Сыгранные в этой охоте карты Хитростей и охоты Сбрасываются лицом вверх Перед их владельцами Карты хитростей с булавками Остаются в игре Прикрепленные к единорогам Игрок, поймавший единорога Становится первым игроком Важно! Текущий первый игрок Остается первым игроком Если он сам поймал единорога Или если никто не поймал Если при ней остались единороги Продолжайте охоту Если нет Ступайте на черный рынок Черный рынок гномов После охоты на четырех единорогов День заканчивается Начиная с первого игрока Каждый игрок может совершить Не больше одной покупки На черном рынке гномов Цена каждого предмета указана на карте рынка Товары черного рынка Оплачиваются картами охоты Оставшимися у игроков на руках Карты показывают терпение Необходимое, чтобы торговаться с гномами Купив предмет на черном рынке Возьмите жетон предмета И поместите его на карту единорога Кроме паштета Кроме паштета Он выкладывается перед вами Этот предмет больше не доступен для других игроков Лавка местника Пыльца феи 6 долларов Смените цвет единорога На цвет жетона И добавьте ему два победных очка Три доллара сахарная вата Смените цвет единорога на цвет жетона Например, если игрок покупает голубую сахарную вату Розовому единорогу Он становится голубым единорогом После похода на черный рынок Игроки возвращают все свои карты охоты на руки Выложите четырех новых единорогов И начинайте новый день Жетон первого игрока остается у последнего победителя в охоте Почет очков Сезон охоты завершается после четвертого дня Все игроки продают пойманных единорогов гномам Что там с ними делают гномы? Большой-большой секрет Ценность карты в звездах Вид слэш цвет Сначала почитайте очки за единорогов Количество звезд в левом верхнем углу карты После этого почитайте дополнительные очки И штрафы за жетоны черного рынка И или карты хитростей Потом почитайте дополнительные очки из-за вашей коллекции Два единорога одного цвета Плюс две звезды Три единорога одного цвета Плюс пять звезд Четыре единорога одного цвета Плюс восемь звезд Пять единорогов одного цвета Это плюс двенадцать звезд Гномы любят разнообразие И больше пяти единорогов одного цвета Ни за что покупать не станут Шестой зеленый не стоит и гроша Также вы можете составить радужный набор Но взвесьте все плюсы и минусы Единорог, используемый в радужном наборе Не может быть использован в коллекции по цвету Радуга Плюс восемь звезд Двойная радуга Умножение на два Ох, божечки Это ж двойная радуга Чтоб мне пусто было Моментальная победа Важно Легендарные единороги Легендарные единороги Дают по четыре победных очка Но не имеют цвет Они слишком классные Чтобы относиться к какому-то семейству Чтобы использовать их в коллекции Придется купить на черном рынке Сахарную вату Или пыльцу фей Начальные единороги И хрюкороги Хоть они не очень похожи на единорогов Для коллекции или радуги сойдут Свойства персонажей Каждый персонаж может применить свое свойство один раз в день Если сразу два персонажа хотят применить свойства Первым свойством применяет тот, кто быстрее назовет его вслух Мы рассчитываем на самые грязные аргументы в случае споров Варианты игры Экспертная игра Рекомендуется для опытных игроков, сыгравших несколько партий И знающих все карты наизусть А также для тех, кто любит считать карты Спрасывайте карты охоты и хитростей в закрытую Никто не имеет права их смотреть Варианты игры для начинающих Рекомендуется для юных игроков Вы те, кто хочет сыграть быстро и не заморачиваться с правилами Вы можете играть без карт хитрости и свойств персонажей Но некоторых персонажей в таком случае придется оставить для другой партии Игра без карт хитрости и свойств персонажей Можно играть всеми персонажами Игра без хитрости Играйте без принцессы и шамана Игра без свойств Играйте без торговца, вора и чернокнижника Используйте всех персонажей Кроме принцессы и шамана Кроме торговца, вора и чернокнижника Чего? Кто побеждает в случае равного количества очков в конце игры? претенденты начинают спорить и махать кулаками. В это время следующий за ним по очкам игрок хватает победный кубок и убегает. Не слишком ли это хитро? Очень даже. Могу ли я выиграть охоту, сыграв карты на ноль? Да, ваш ноль не мешает вам поймать единорога, но помните, если у кого-то тоже будет ноль, единорог просто убежит. Если я первый игрок и ничего не купил на черном рынке, должен ли я отдать свой маркет первого игрока игроку слева от меня? Нет, вы остаетесь первым игроком на следующий год. Вот везуха. Могу ли я поместить несколько жетонов черного рынка на одного единорога? Да, при этом победные очки суммируются, однако если вы добавите несколько изменяющих цвет жетонов, действовать будет только последний. Могу ли я использовать сахарную вату или пыльцу фей на единорога того же цвета, что и они? А почему бы и нет? Но единорог не поменяет цвет. Если я сбросил единорога в лавке мясника, что случится с картами хитрости, прикрепленными к нему? Карты хитрости и слэш или жетоны черного рынка сбрасываются. Персонажи! Каждый персонаж может использовать свою способность только один раз за раунд. Вы можете не использовать это правилом, если хотите более конфликтной игры. Принцесса! После того, как кто-то из игроков сыграл карты охоты, принцесса не может применять свою способность в этой охоте. Барт! После того, как кто-то из игроков сыграл карты охоты, Барт не может применять свою способность против него. Рыцарь! Применяя свою способность, рыцарь может играть больше трех карт во время охоты. Карты хитрости, некуда бежать. Перед применением карты некуда бежать, разыгрываются ничьи. Троянский единорог. Если у одного из игроков нет единорога, когда разыгрывается эта карта, ничего не происходит. При обмене единороги сохраняют все прикрепленные к ним карты хитрости и жетоны черного рынка. Зомби-рок. Все карты хитрости и жетоны черного рынка, прикрепленные к единорогу, также сбрасываются. Сиамские единороги. Этот единорог считается за двух единорогов своего цвета при подсчете очков в конце игры. Однако звезды с его карты не удваиваются. Этого единорога также можно посчитать в радугу или двойную радугу. Размер не главное. Что мы говорили о ничьих? Они отменяются до вскрытия карты хитрости. Следующий по количеству очков ловит единорога в случае ничьей. Дополнение. Эксклюзивы предзаказа. Король хрюк и королева хрюха. Эти благородные хрюкороги принесут вам по одному победному очку за каждого пойманного хрюкорога. Поскольку они сами тоже хрюкороги, они получают очки из-за самих себя. Радужный единорог. Этот многоцветный единорог. Утвоевает ваши очки за радугу в конце игры. Следовательно, вы получаете не восемь, а шестнадцать очков за радугу. Карты заказов. В разные сезоны охоты у гномов могут быть определенные требования к тому, что они готовы приобрести. Перед игрой вы можете вскрыть одну карту заказов и выложить ее рядом с черным рынком, чтобы все игроки ее видели. В конце игры каждый игрок, выполнивший заказ, получает указанное на карте количество победных очков. Для пометок тоже есть места. Правила игры. Охота на единорога.